Спорт-ФМ Хабаровск, 107,5. Разговор вне игры. На Спорт-ФМ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире Спорт-ФМ Хабаровск. Разговор вне игры. В студии Владимир Лозовой, Артём Галат. И сегодня речь пойдёт о современном панкратионе, о Кубке Мэра по современному панкратиону, который в Хабаровске в очередной раз пройдёт 6 июня. Завтра в Платину Марине в 19 часов. Артём, поздоровайся. Доброе утро, хабаровчане. Да, у вас, кстати, есть шанс звонить нам в прямой эфир, потому что, да, сегодня в пятницу мы в прямом эфире. 757407 наш номер телефона, и вы можете задать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Два гостя сегодня у нас в студии. Алексей Жернаков, президент профессионального спортивного клуба «Рус Файтерс». Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. И наш постоянный гость, наш хороший друг Евгений Рязанов, известен также как «Бэтбой». Он один из участников завтрашнего турнира. Всем добрый день. 757407 – это цифры нашего студийного телефона, прямой эфир. Сегодня у нас 5 июня, 13 часов и несколько минут. В общем, звоните и задавайте вопросы какие-то. Может быть, что-нибудь захотите рассказать, то, что вас интересует больше, чем нас. Ну, в общем, уважаемые радиослушатели, мы все делаем для вас, поэтому принимайте активное участие. Итак, еще раз напомню, что сегодня у нас вице-президент профессионального спортивного клуба «Рус Файтерс» Алексей Жернаков. «Самый успешный российский промоутер» написано вот на сайте Панкратиона про вас, Алексей. Соответственно, первый вопрос, который у меня возникает к вам как к промоутеру. Расскажите, как происходит становление бойца ММА? Ну, я немножко внесу такую терминологическую поправку. Скорее, менеджер, а не промоутер. Потому что промоутер – это тот, кто организует, собственно говоря, турниры. А менеджер – это как раз тот, кто занимается карьерой бойцов. Вообще, работа с бойцами, правильное построение их карьеры – это, на мой взгляд, очень интересная работа, ну, требующая, конечно, определенных навыков. Дело в том, что на первом этапе это, естественно, отбор талантовых ребят. То есть это надо сразу суметь различить в большом достаточном количестве спортсменов, которые выступают, тех, кто сможет через 2, 3, 4, 5 лет добиться, ну, значительного успеха. А затем уже начинается работа с этими ребятами. То есть это организация тренировок для них, это организация боев для них сперва по России, потом в Европе, потом уже в США. Это ребята должны выступать. Каждый бой должен становиться как бы ступенькой наверх. Каждый соперник должен быть ступенью, чтобы боец не только приобретал хороший рекорд. Рекорд – это такой термин, это соотношение побед и поражений. Статистика друг друга. Да, совершенно верно, статистика. Ну, и чтобы опыт бойца соответствовал этому рекорду, чтобы не получилось, чтобы бойца там 15-0 рекорд, 15-ти побед при 0 поражений. Но при этом, если посмотреть на соперника, если он игрался, когда у него был рекорд в 12-0, у соперника как раз, что там 0 побед, 3 поражения. То есть, как бы, рекорд набит на слабых соперников. И в этом случае, когда он столкнется в ринге с кем-то, который обладает достаточным опытом, да, у него возникнут серьезные проблемы, несмотря на, казалось бы, хороший рекорд. Вот. И затем уже введение, то есть это спортсмены уже, скажем так, на рынке в США, когда заключается контракт на несколько боев с крупным промоушеном, будь то UFC или Белтер или какой-либо другой, это юридическое сопровождение, это бедалтерское сопровождение, организация налогообложения, ну, работа со спонсорами и так далее. Организационные моменты. Да, 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 совершенно верно. Организация тренировок в США. Вот тут, на самом деле, если перечислять, то тут даже нельзя составить такого списка того, что делает менеджер. Потому что, как бы, список такой, конечно, есть, но настолько разнообразно бывают ситуации, которые необходимо решать, да, что надо быть готовым, в общем-то, ко всему. А вы вот сказали, что отслеживаете, да, бойцов. А я так понимаю, что отслеживаете не только на профессиональном, но и на любительском уровне, на любительском турнире? Да, конечно, конечно. Слава богу, сейчас достаточно хорошее развитие получил интернет, поэтому лучше всего, конечно, смотреть бойцов вживую на соревнованиях. Не всегда получается ездить. Страна большая. Вот поэтому, по возможности, я и мои коллеги, мы отсматриваем все значимые турниры не только по профессиональным ММА, там, по Макратиону, там, и так далее, но и по боевому самбо, по любительскому ММА и так далее, для того, чтобы формировать у себя уже такую карту страны с теми бойцами, с теми ребятами, у кого, на наш взгляд, есть хорошие перспективы. Ну, хорошего менеджера всегда еще характеризуют хорошие связи, я так думаю, правильно? То есть вам еще, наверное, звонят и советуют какие-то знакомые, ну, когда нарабатываешь какие-то связи? Конечно, конечно, абсолютно. Это совершенно верно. То есть есть уже за более чем 10-летнюю историю профессионального спортивного клуба «Русвайдерс» у нас сформировались как деловые, так и уже просто дружеские отношения практически со теми людьми, кто имеет то или иное отношение к ММА в России, да и не только в России, в Европе и в США. Поэтому это, конечно, значительно облегчает работу, как селекционную, о которой вы сейчас упомянули, так и дальнейшую работу по организации боев и по движению спортсменов. В эфире «Разговор вне игры». Телефон наш 757407. Говорим сегодня о панкратионе. Уважаемые радиослушатели, звоните. Вопрос, Жень, к тебе. Вот той же направленности вопрос. Вот ты хабаровчанин, ну, сейчас уже хабаровчанин, да? А расскажи, как происходит становление, вот, в Хабаровске, да, дальневосточного бойца ММА? Вот есть же какой-то, наверное, шаблон или все по-разному? Вот как вот среднестатистический процесс становления бойца? В среднестатистический все приходят по гранатюнта из каких-то видов спорта. Из каких-то видов спорта? А ты из какого вида спорта пришел? Я из кикбоксика. Из кикбоксика? Кикбоксик и тейк-кондо. И тейк-кондо, да? Да, это сейчас, получается, уже ММА это признано любительским видом спорта, что уже может человек прийти, грубо говоря, в 15 лет, да, и он уже придет в профессиональный спорт именно из ММА. Так как, когда я начинал, такого еще спорта не было, ММА, приходилось заниматься другим. И уже, когда более стал в старинном возрасте, 20 лет, мне я уже захотел именно смешанные поденьки, уже перешел, как и все, наверное, уже на ММА. Смешанные. Ну, погоди, на тебя обратили внимание каким образом? Ты побеждал где-то по тейк-кондо, по кикбоксингу. Нет, не на меня обратили внимание, я обратил внимание. И сам пришел, я хочу участвовать. Да, да, я хочу участвовать. Мне понравилось, как ко мне отнеслись, что, грубо говоря, не с Васей, с деревней, с каком-то, а уже к человеку, который добился определенных результатов на российской международной арене. Как ты их добивался? Результатов? Да. Выигрывают крупные турниры. По смешанному... Нет, именно по кикбоксингу. Вот, по кикбоксингу? То есть у тебя был уже в этих видах единоборств? Да, определенное имя, определенный результат. После этого я оказался именно в Макритоне. Кстати, напомню нашим радиослушателям, да, Артем, что мы принципиально говорим смешанное недоборство, потому что это правильно, уважаемые радиослушатели. Бои без правил оставим в видеосалонах 90-х годов. Вот там примерно. В ночных клубах. Более того, ММА дословно переводится как... Микс маршал арс, смешанные боевые... Искусство. Даже не единоборство, а искусство. Алексей, ну расскажите, следующий вопрос, пожалуй, о ваших, ну, на ваш взгляд, самых перспективных, наверное, бойцах в России на данный момент, которые вы продвигаете. Ну, таких ребят много, и я сейчас даже всех их не упомяну, да, потому что займет большое количество времени. Вот. Это Алексей Буторин, боец из Санкт-Петербурга. Он выступал в тяжелом весе, потом в весе 93 килограмма, сейчас он будет пробовать себя в весе 84 килограмма. У него рекордка раз 9-0, 8 побед досрочно. Очень такой перспективный, сильный парень. Потом это Алексей Кунченко. Он боец из города Фюмень. Сейчас он представляет город Оренбург. У него также рекорд 9-0, также у него 8 побед из 9 досрочно. Тоже очень хороший, жесткий ударник. Это Михаил Царев. Его проспектом уже назвать нельзя, потому что он очень давно в боях. У него тоже очень хороший рекорд, 29 боев при 4 поражениях. Выступает в категории 77 килограммов. И в конце октября, 31 октября, у него состоится бой за титул организации КСВ. Это одна из крупнейших организаций в Европе. За титул чемпиона 277 килограммов. Это, конечно же, окоп Степанян, которого завтра, дорогие друзья, мы с вами сможем увидеть на Платином арене. Он участвует в одном из главных боев вечера. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю вас прийти его поддержать, потому что соперник у него будет очень непростой. Это португальский боец Хельсен Хенрикес. Несмотря на то, что окоп технически может быть более оснащен, то есть он более разносторонен, но его соперник опасен тем, что он очень силен физически, у него хорошая ударная техника, несколько, может быть, прямолинейная, но она ему, в общем, приносит успех. Он идет как танк вперед. Поэтому обещает... Но будет такой бой интересный, яркий и непростой. А коп, насколько я помню, он тоже достаточно любит именно ударную технику. Снайпер, да? Да, совершенно верно. Не зря у него сценическое прозвище «Снайпер», потому что действительно он обладает поистине филигранной ударной техникой. У него замечательная база как кикбоксинга, так и бокса, и тэквондо. Он по тэквондо был чемпионом России, по кикбоксингу был чемпионом России, призер Европы. По боксу выигрывал кубок Москвы, то есть по армейскому рукопашному бою дважды становился чемпионом страны. То есть он мастер спорта по четырем видам спорта. Уважаемые радиослушатели, мы ведем сегодня разговор о современном панкратионе, о Кубке Мэра, который в том числе завтра пройдет в Платину Марине в 19 часов. Сейчас мы уйдем на небольшой перерывчик. Готовьте свои вопросы в это время. 757407, телефон студии. Мы поговорим сейчас после перерыва сразу, наверное, о дальневосточном панкратионе в первую очередь, о дальневосточных бойцах. Я думаю, это будет интересно. Приветствуем вас еще раз, уважаемые радиослушатели. У нас в студии сегодня разговор идет о панкратионе, о завтрашнем Кубке Мэра по панкратиону, который пройдет 6 июня в Платину Марина в 19.00. И у нас в гостях напоминаем Алексей Жирнаков, президент профессионального спортивного клуба «Русфайтерс» и Евгений Рязанов, один из участников, завтрашнего Кубка Мэра. Так, ну а мы продолжаем наш разговор. В начале мы в нашей передаче поговорили о том, как все-таки происходит восстановление и продвижение бойца ММА в России. Кстати, Алексей, вопрос все-таки опять же к вам, потому что вы президент профессионального спортивного клуба «Русфайтерс». Вы продвигаете спортсменов за океан. В принципе, ММА стала популярна в той же Америке, ну, наверное, года с 98-го, может быть, да, где-то? Ну, ММА как таковая организация. Ну, вообще, действительно, такая масштабная популярность постигла ММА в Америке в 2006 году. А именно вот в 2006 году уже прям… Да, да, да. Вообще, первый турнир такой крупный по ММА в UFC был проведен в ноябре 1993 года. И тогда позиционировался это не как спорт, а именно как неправильный термин. Мы вначале употребили бои без правил, несмотря на то, что правила, конечно же, там все равно были. Вот. И благодаря этому практически во всех штатах в итоге были эти турниры запрещены. Проводились они на территории индейских резерваций. Соответственно, не было телевидения, не было спонсоров, не было денег. А когда и отсутствие всех этих составляющих в порт расти не нужно. Вот. Поэтому организация, которая в свое время в UFC организовала, в 2001 году она продала ее своим нынешним владельцам. Это корпорация ZUFO. Вот. И начиная с 2001 года по 2004, 2005 ZUFO вложили порядка 56 миллионов долларов в UFC. При этом отдачи не получалось. Потому что по всем вот перечисленным причинам, потому что не было телевидения. И они провели огромную работу на самом деле, разговаривая с физическими комиссиями штатов и так далее. И сделали из этого начинания действительно вид спорта. То есть, что на самом деле, спасибо надо сказать им. И постепенно UFC перешел на телевидение. А затем, когда они провели первый реалити-шоу The Ultimate Fighter, где зрители имели возможность увидеть бойцов не как просто бойцов, а именно как людей. Да, что и каждый мог понять их, то есть мог найти кого-то, за кого он болеет или против кого он болеет. Да, что есть там вот человек, который тренируется для того, чтобы прокормить свою семью. Этот просто какой-то хулиган, задиры и так далее. Какие-то появились симпатии, антипатии. После этого, скажем так, рейтинги и объемы продаж платной трансляции по телевидению выросли в разы. Да, если до этого объем продаж платной трансляции, что является основным источником дохода у UFC, если о ней говорить, были порядка 40 тысяч продаж от турнира, то после выхода вот этого первого сезона реалити-шоу стал в районе 500-600 тысяч. То есть, ну, буквально там, ну, да, на порядок, на порядок стоит больше. Ну, телевидение необходимо еще, наверное, было и в том плане, что если нет телевидения, то нет и богатых спонсоров. Есть телевидение, есть богатые спонсоры. Совершенно верно. Вы сейчас рассказали ситуацию о том, как в Америке становилось, ну, происходило становление ММА, да? Ситуация в России какая? Ну, она, конечно же, похуже, потому что все-таки, ну, считается, Бразилия, Америка, да, у нас наиболее такие сильные страны. С точки зрения, с точки зрения количества спортсменов, которые участвуют на турнирах, ну, скажем так, высокого уровня, назовем. Да, действительно, это так, потому что Америка, потому что это рынок, основной рынок ММА на сегодняшний день. Бразилия, поскольку очень много в свое время бразильцев эмигрировало в США, там очень крупная диаспора, они открыли свои залы, школы. Вот, и плюс, потому что Бразилия этот спорт изначально популярен, уже это десятилетие, поэтому так исторически сложилось. Россия, она сейчас, конечно, от тех же Соединенных Штатов отстает по причине того, что у нас немножко позже начал этот спорт развиваться, но развитие он получает, конечно, колоссальное, потому что, если мы вспомним, например, там, 5-6 лет назад, те же турниры по ММА, по телевидению можно было увидеть крайне редко. Да, сейчас уже идут регулярные показы турниров, как и российские. Есть специализированный телеканал даже. Да, есть специализированный телеканал, но этот телеканал, он спутниковый, если говорить о федеральных каналах, то это канал «Россия-2», и там сейчас ММА представлен очень-очень широко. Ну, нам очень часто звонили наши радиослушатели, мы разыгрывали билеты, в том числе на завтрашний кубок мэра по современному панкратиону, и я даже помню, по-моему, Сергей нам дозвонился, и я у него спросил, вы были на панкратионе когда-нибудь, в платиновом арене, он говорит, нет, не получалось, то денег не было до смешного, говорит, доходил на билет, то есть семейные дела, но каждое воскресенье жена знает, что меня не надо до обеда трогать, потому что я смотрю по «России-2» как раз эти бои. Евгений, вопрос все-таки сейчас тебе, будем так поочередно, по поводу твоего завтрашнего вкратце, по поводу завтрашнего боя, по поводу твоего соперника, я думаю, хабаровчане тебя знают, им интересно, как твой настрой перед завтрашним боем. Да, все-все хорошо, завтра будет очень интересный бой, так как соперник тоже приверженец ударного стиля, чемпион Узбекистана по тайскому боксу, и как раз я люблю больше всего драться в стойке. Наверное, это первый соперник, кто не побоится драться на стойке. Завтра ожидается очень хорошая труба-горя, бойня именно в стойке, а не в борьбе. Так что будет очень интересно, и вы увидите хороший, наверное, нокаут, постараемся сделать. Ну, посмотрим, вот ты сказал в стойке, да, но сейчас же развитие ММА, насколько я по интервью, да, по различным имею представление, сейчас нельзя быть хорошим в чем-то в одном, там или в партере, ну, как принято говорить на вашем языке, в партере, да, или там в стойке. Нужно уметь и там, и там. Да, конечно, нужно уметь там, и там, но все равно просто... В общем, одинаково, одинаково. Ну да, просто все равно у каждого есть... Предпочтение. Да, кому-то нравится бороться, кому-то нравится вести бой в стойке, ударный стиль. Так что есть, допустим, к которым без разницы. Захотели бороться, пошли бороться. Захотели драться, стойки, давай стойки будем драться. Но мне больше всего именно ударный стиль. Так как я выходец с кикбоксингом, мне он ближе, и, грубо говоря, в нем у меня больший спектр действий. Алексей, а вот есть какая-то статистика, вот кто в ММА, да? Наибольших успехов, да? Нет, не наибольших успехов, а из какого вида единоборств в ММА более успешные бойцы именно в ММА? Такая статистика, конечно, есть, но она буквально ежемесячно меняется. Потому что в первую очередь, тут нельзя сказать, что лидирует какой-то вид спорта. В первую очередь это лидирует спортсмен, это лидирует какая-то личность. Потому что, конечно, очень много выходцев из вольной борьбы, из дзюдо, из тайского бокса и так далее. Но каждый буквально год, даже каждый месяц эта статистика немножко меняется. И возвращаясь к вопросу, который осветил Евгений, конечно, совершенно вы правы, что боец ММА должен уметь делать абсолютно все. В первую очередь для того, чтобы он мог вести бой в том русле, которое комфортно и удобно для него. Если он хочет драться в стойке, потому что ему выгодно это, потому что ему это нравится, и потому что ему выгодно это с этим соперником, с которым он предстоит драться. Он должен уметь не дать и затащить себя в партнер. То есть вынудить соперника драться так, как хочешь ты. Да, навязать ему свою волю. А что касается зрителей, то зрителям, скажем так, может быть неискушенным, им, конечно, понятнее именно когда бой идет в стойке. Потому что, например, для меня и для многих, кто очень уже внимательно следит именно за ММА, поединок в партнере он, в принципе, также интересен, потому что понятны какие-то нюансы. Какую позицию занял спортсмен, что он может сделать с этой позицией, как ему может сделать соперник. Для человека неискушенного это иногда непонятно, ему кажется, что вот они упали, что-то там в партнере болит. Менее зрелищно. Менее зрелищно. В стойке это всем понятно. В стойке это идет, как сказал Евгений Заруба, кто упал, кто не упал. Но это всегда смотрится так вот, то, что более зрелищно можно. Ну ладно, вот так мы плавно подошли к завтрашнему финальному бою. 7-5-7-4-0-7. Наш телефон прямого эфира. Джефф Монсон, Евгений Ерохин. Завтра финальный бой. Во-первых, ситуация интересна нам с Джеффом Монсоном. Дело в том, что он должен был, уважаемые радиослушатели, прилететь завтра в Хабаровск. В 6.50 московским рейсом. Но этого не случилось, и мы до сих пор не знали, будет ли завтра Джефф Монсон выступать в Платину Марии. Вот сейчас попросим Алексея объяснить ситуацию с Джеффом Монсоном. Ситуация такая. Дело в том, что для того, чтобы организуя турниры на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровске, нельзя забывать о такой вещи, как логистика. Сюда очень бывает долго добираться. Джефф нормально долетел до Москвы, потом он опоздал на рейс из Москвы в Хабаровск. Поэтому сегодня он полетел рейсом из Москвы до Владивостока. Сейчас он в Владивостоке. И в 7 часов вечера он стартует из Владивостока. И в 9 вечера сегодня он ступит, наконец, на Хабаровскую землю. Поэтому мы его здесь увидим, и бой завтра состоится. Так что, дорогие люди, приходите, болейте, ждем. Так, мы уходим на перерыв. Через минуты 4 вернемся. 7-5-7-4-0-7. В эфире «Разговор вне игры» мы говорим о современном панкратионе. Разговор вне игры. Спорт-ФМ Хабаровск, 107,5. Разговор вне игры. На Спорт-ФМ. И снова здравствуйте. Разговор вне игры продолжается. Напомню, что сегодня у нас речь идет о панкратионе. Сегодня у нас в гостях Алексей Жернаков, вице-президент профессионального спортивного клуба «Росфайтерс», самый успешный российский промоутер, а также Евгений Бэтбой-Рязанов, который завтра будет на Кубке мэра по современному панкратиону, непосредственно участвовать. Итак, вопрос. Мы затронули тему Джеффа Монсона, так что, уважаемые радиослушатели, кто только что к нам подключился, Джефф Монсон сейчас в Владивостоке. Немного заблудился, пока летел в Хабаровск. Через несколько часов должен прибыть уже наконец. Теперь, наверное, он знает не понаслышке, насколько огромна Россия. В общем, сегодня он из Владивостока приезжает в Хабаровск, и завтра Джефф Монсон сыграет в финальном. Сыграет. Пересмотрел хоккей и футбол, и Лига чемпионов после завтра. В общем, завтра он примет участие в финальном бою. Будет он драться с Евгением Ерохиным. И вопрос, Алексей, в этом бою, ну вот так вот, если посмотреть, кто не совсем искушен в ММА, но как-то сразу на Монсона. То есть чаша весов Монсон перевешивает своим внешним видом. Именем. Именем своим, своей популярностью. Вот скажите, прогноз сделал неблагодарное. Но вот даже я, человек далек от единоборств. Но мне кажется, что если Евгений Ерохин, допустим, упадет в том, в каком плане, ну, то есть будет портер, да, то, наверное, все-таки Монсона больше шансов. А вот вы знаете, как раз именно этим и интересные смешанные единоборства, что в бою может произойти все, что угодно. Да, и, конечно, у Монсона несравненно больше опыта. Но при этом он и старше. То есть Евгений его по возрасту помоложе. У Монсона, конечно, гораздо более сильная борьба. И оказываться с ним в партере на земле Ерохину ни в коем случае нельзя. Но при этом Ерохин, он достаточно хороший, сильный, жесткий ударник, да, поэтому который способен с одного удара, в принципе, нокаутировать практически любого соперника. Вот. Плюс у него еще очень хороший, ну, такая, дух боевой, который он уже не раз доказывал, в том числе и в плаченном арене. Ну, вот на Суперкубке, уважаемые радиослушатели, мы вам напомним, что на Суперкубке, это полгода назад, да, было, Евгений победил, да, но... Майка Кайла, да. Майка Кайла, но при этом, извините, у него была сломана челюсть, там выбиты зубы, и несмотря на это, это на морально-волевых называется? Да, да, совершенно верно. На морально-волевых он в бой вывез, как говорится, и соперника своего одолел. Кстати, всего месяц, как вы ему сняли скобы с челюсти, как вы думаете, не рано ли он вновь, тем более против Джеффа Монсона? Или, наоборот, здесь от таких боев не отказываются, несмотря на... Ну, здесь есть два момента. Во-первых, если бы были какие-то противопоказания врачей, то, естественно, Евгений бы не дрался, значит, с этим все нормально. Вот. А кроме того, конечно же, это для него очень такой хороший шанс, да, потому что победа над таким серьезным соперником, известным бойцом, как Джефф Монсон, это очень хороший, как говорится, скалеб в коллекцию, и который поможет ему построение его дальнейшей карьеры. Но вот здесь вот очередной раз можно сравнить ММА с шахматами, да, то есть очень важно, во-первых, понятное дело, как каждый боец будет к этому бою готов физически, потом у каждого бойца есть свой план на бой, а бывает даже не один план А, план Б, если не сработает план А, и каждый будет стараться навязать сопернику свою волю, навязать сопернику ту манеру поединка, тот ход поединка, который выгоден именно ему. Вот мы с вами завтра, дорогие друзья, сможем это увидеть и понять, кому это удастся, а кому нет. Ну, я люблю бокс, мне кажется, не знаю, может быть, сейчас бред какой-то скажу, но в данной ситуации у Евгения, мне кажется, стоит воспользоваться светом великого Али, да, как оса и бабочка, то есть ударил, убежал, ударил, убежал, ну, я так думаю. Ну, вот в этом есть, кажется, отличие именно от бокса, что в боксе это возможно, потому что если мы вспомним, например, ну, относительно недавний поединок того же Владимира Кличко против Поветкина, да, то есть там можно, там есть вот дистанции, в принципе, боя, удобные для Кличко, когда дистанция сокращается, он начинает вязать, да, а в ММА тут по-другому, то есть дистанция сократилась, тут уже не будет такого, ну, скажем так, клинча, тут уже Монсон будет стараться его бросить, привести в партер, поэтому здесь, то есть в теории, конечно, желательно для Евгения именно там скакать, как, летать, паркать, как бабочка, да, жарить, как пчела, вот, но на практике это сделать очень тяжело, потому что когда соперник хороший, классный борец, и вот Евгений не даст соврать, удержать бой в стойке бывает очень-очень тяжело. А вы вот про разницу в возрасте между Монсоном и Ерохиным упомянули, а вообще, насколько частые случаи, что спортсмены вот до 43-х, сколько Монсона сейчас, да, лет, выступают в профессиональном уровне? Да, бывает и старше, бывает и старше, там тот же, там, и Дэн Хендерсон, и который, если не ошибаюсь, там 46, даже больше лет, и Рэнди Кутюр, который чуть ли не там, да, 48-49 лет выступал, ну, знаменитые бойцы, при этом они выступали на высочайшем уровне, были чемпионами, одни и Прайд, и UFC, в случае с Рэнди Кутюром и Прайд, в случае с Дэном Хендерсоном, и UFC он был чемпионом. Может быть, они как в фильме «Рестлер», где главную роль, отличную роль сыграл, Микки Рурк, на мой взгляд, может быть, они просто не могут уйти от этого, может быть, это вся жизнь? Ну, на самом деле, да, тут тоже много составляющих. Во-первых, когда бойцы выступают на таком высоком уровне, надо понять их мотивацию, да, то есть мотивация, это может быть, конечно, финансы, это раз. Во-вторых, бывает, что бойцам, которые выступают, у которых такая колоссальная армия просто поклонников, и когда вот они выходят в эту клетку, и когда они видят вот этот стадион, который болеет за них, вот этот адреналин, который они от этого получают, его в простую жизнь ничем не заменишь. И бывает, что отказаться вот именно от выступления, от боев, человеку очень-очень тяжело, потому что все, тем он занимался, всю свою сознательную жизнь, это был спорт, подготовка к боям, бои, восстановление после боев, снова подготовка, снова бои. И расстаться с этим, это не каждый сможет, это надо тоже подготовить себя к этому. И в продолжение разговора, Жень, вот сейчас возник вопрос по поводу адреналина, да, вот, последний бой, ты был к нему готов, ты к нам говорил в студии, что все будет хорошо, ты его проиграл, проиграл с большим количеством крови, у тебя было рассечение. Про суперкубок. Да, я про суперкубок, про то, что было полгода назад. Расскажи, вот как, просто интересно, как морально удержаться, вот, ты же, когда чувствовал, что проиграл, то есть там делал предложение своей девушки, морально, какие способы потом восстановления, ладно, физически понятно, а вот морально восстановление. Морально восстановление, это прежде всего, это окружение, это родные, это, грубо говоря, жена, дети, там, семья, в первую очередь, это семья, как она к нему отнесется, если, допустим, есть такие, да, у всякого бойца случаются поражения, что никогда там, грубо говоря, с кубочков друзья, мешок проиграл. Самое главное, это когда семья отнеслись прям, ну, грубо говоря, окажут должную поддержку, то это, наоборот, тебя больше всего мотивирует. Ты проиграл, значит, ты должен больше тренировать, в следующий раз ты должен, грубо говоря, есть успех. Да, анализировал, все-таки, все пошло не по-моему, из-за глубокого очень рассечения, потому что физически был, прям, ну, никогда не был в такой физической форме. Просто как раз, когда промеж первого второго роунда, там, грубо говоря, уже все было в серых пятнах, уже как в тумане было. А рассечение, это, понимая, из-за клетки, да? Да, было именно, наверное, не рассечение, а разрез. Разрез, и крово... и давление поднялось, и было уже, грубо говоря, не бы двой был, уже не Евгений. Уже не Евгений был. Понятно. Алексей, вопрос нового к вам. Около 10 лет, да, на Дальнем Востоке уже плотно проходят соревнования по панкратиону. Скажите, вот за эти 10 лет насколько развился этот вид спорта, назовем так, да? Можно сказать, вид спорта, да, можно. Можно и нужно. Развился, безусловно. За историю, более чем 10-летнюю, Дальневосточной Федерации современного панкратиона проведено более 100, более 100 крупных международных турниров. Да и, конечно, многие из них, самые крупные из них проходили именно на Плаченом Малине в Хабаровске. И каждый раз, каждый раз это битком набитый зал, каждый раз это потрясающий энергетик, это замечательный наш шоу, это замечательные спортсмены, участники. Более того, я хочу отметить такой еще важный момент, публика Хабаровская. Я бываю на турнирах по всему миру, и это нисколько не преувеличение, что Хабаровская публика, она, наверное, одна из самых просвещенных. То есть люди реально разбираются в том, что происходит в клетке и очень хорошо поддерживают. Я вот буквально вчера разговаривал с участником одного из основных боев, окопом Степаняном, и он говорит, я когда пересматриваю свои бои в Хабаровске, и когда слышу вот этот рев в трибун, когда меня поддерживают, мне вот в этот момент хочется вернуться прямо вот именно в этот момент времени и оказаться, чтобы испытать вот эти чувства, которые слышишь, когда 8-тысячный стадион скандирует за тебя, за тебя болеет. Поэтому еще раз, кстати, хочется поблагодарить вас, дорогие друзья, за такую поддержку. Она очень-очень важна для бойцов. И приходите завтра и поддержите всех участников, потому что это очень нелегкий, очень жесткий, по-настоящему такой мужской спорт, и ваша поддержка им всем очень нужна. Кстати, это очень уникально, да, у нас немножко осталось до перерыва очередного. Уникальный момент в том плане, что даже звезды эстрады, да, которые приезжают, они не собирают в платиновом арену полную, далеко не полную, максимум половину арены. 3000 мест в среднем дают под концерт. Вот даже популярная группа Ленинград была, очень было весело, кстати, я думаю, завтра будет еще лучше, как там Ленинград будет. Нас всегда впечатляют, если честно, да, полные трибуны платиновой арены. Всегда нет билетов, всегда полная платиновая арена. Но уже билетов в кассах нет. Уже нет кассов билетов, я знаю, да. Это заслуга, наверное, местных организаторов в том числе. Да, конечно, это очень профессионально работает команда во главе с Дмитрием Александровичем Коньковым. Очень заранее делается рекламная кампания, очень хорошо составляется файт-карт, то есть бои, которые будут. Поэтому ничего удивительного в том, что такое достойное зрелище и такие достойные зрители. Все, у нас очередной перерыв. Через три минуты вернемся в студию и продолжим разговор о современном панкратионе, об ММА. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Спорт-ФМ Хабаровск. Разговор вне игры. Сегодня у нас речь идет о панкратионе. Завтра кубок мэра по современному панкратиону в Платине Марине в 19 часов. У нас в гостях сегодня Алексей Жернаков, вице-президент профессионального спортивного клуба Русфайтер. Самый успешный российский промоутер. И у нас в гостях также Евгений Бэтбой-Рязанов. Завтра он будет в очередной раз радовать вас своим выступлением в Платином-Арене. Евгений, вот буквально, знаю, что буквально час назад было взвешивание. И ты встречался непосредственно на взвешивании со своим завтрашним соперником. Да, правильно. Глаза в глаза, можно сказать. Кто кого пересмотрел? Да. Он первый моргнул. Он первый моргнул. А вот это важно? Потому что обычно какие-то вещи на камеру делаются, когда... Да, конечно, это очень важно, потому что некоторые бойцы есть очень сильно неустойчивые, и которые, грубо говоря, не проигрывают бой именно уже на взвешивании. то есть вот просто встретил человека, с которым тебе завтра на футболе... Да, именно взглядом, когда дает, грубо говоря, ты взглядом даешь понять, что ты очень сильно подготовлен, и завтра ты будешь, грубо говоря, твоему сопернику придется очень легко. Вот относительно подготовки, мы знаем, что ты, ну, сколько месяц назад, когда мы встречались, ты говоришь, что вот там, через неделю начинаю подготовку. Сушиться, заниматься и так далее, да? А с точки зрения психологической подготовки, это что же важно? Как ты ее... Сама психологическая, наверное, это начинается уже именно в день боя. Именно не психологическая подготовка, именно как ты настроишься, как ты подойдешь к этому бою. Так, ну вот ты как это делаешь? Именно у меня, именно перед боем, когда я прихожу в раздевалку, мне главное только не думать о бою. Я слышу музыку, читаю книжки, смотрю фильмы, пересматриваю свои фотографии. То есть про соперника... Да, с женой, со своей собакой. Это, грубо говоря, позитивные, позитивные, позитивные энергии, чтобы он не приходил. Не какие-нибудь там плохие моменты вспоминаешь в жизни, а только хорошие. Послушай, Жень, ну ты известен, по крайней мере, среди хабаровских, да, участников Панкратиона, ты известен тем, что ты стараешься, может быть, подражать, я не знаю, не подражать иностранным бойцам, в хорошем смысле слова подражать. У тебя свои интересные выходы на сцену, ну как, не на сцену, восьмиугольник, да, правильно я говорю? К восьмиугольнику ты всегда продумываешь, как сделать в общем шоу. Большинство, большинство спортсменов об этом как-то не думают, они всегда собранные, скромные, никакой эмоции. Я все-таки думаю, что Панкратион, это, ну, в отличие от каких-то, может быть, других видов единоборств, все-таки шоу тоже в какой-то мере. Надо спортивно-зрелищно мероприятие. Ну погоди, вот если другие люди собранные, то есть они идут вот на заполненную платиновую арену, получается, более собранными, а ты менее, что ли, собранный, если ты можешь себе позволить там как-то. Нет, просто еще раз повторюсь, каждый человек он по-разному. Есть люди, которые выходят заряженным на бой, у них все хорошо. Есть, которые, грубо говоря, шаляй-валяй, которые такие более веселые, у них наоборот, им так надо выйти. Чтоб они, когда выходят заряженным, у них что-то не получается. А есть, которые просто буквально веселые, только в своем настроении, как есть такой боец Андерсон Сила. По нему не видно, что он такой супер заряженный, он просто вот доброе настроение. И он выходит в таком бою, и раньше показывал такие поединки, которые никто не повторял. Алексей, а вот вообще выступление перед восьмитысячной аудиторией, это же требует, наверное, все-таки какой-то опыта, какого-то практики. То есть, бойцу, который первый раз выходит на такую аудиторию, безусловно, сложнее морально, психологически, нежели чем тому, кто не раз это делал. Да, конечно, новичку всегда сложнее в любом деле, но даже опытные бойцы, кого можно назвать ветеранами, точно так же для них любой бой – это колоссальное испытание. Вот, просто можно даже легко себе представить, вот, если бывает, надо человеку сделать, просто выступить, даже перед небольшой аудиторией, он уже нервничает, волнуется. Вот представьте себе, что вам завтра надо выйти на восьмитысячную арену в вашем, допустим, родном городе, где все будут на вас смотреть, и миллионы зрителей будут смотреть в прямом эфире по ТВ, ваш бой, и где от результата этого боя будет зависеть ваша дальнейшая карьера, судьба ваша, вашей семьи и так далее, и где вы знаете, что ваш соперник, он на бой заряженный, он хочет вас нокаутировать или задушить, или выиграть любой ценой, да, и вот таким образом надо себя настроить на этот бой, чтобы показать себя лучшего, то есть выступить на 110%, потому что часто бывает, что боец в бою готов замечательно, функционально, физически, но где-то не до конца настроился, либо вот перегорел, да, то есть как-то сжег всю нервную энергию, у него произошел впрыск адреналина, это уже даже идет просто на уровне физиологических яхт, и вот он выходит в клетку уже уставший, уже такой сонный, вот, и, ну, просто не может себя проявить должным образом, поэтому это все очень тяжело, и каждый боится индивидуально, кто-то вот как только что совершенно правильно сказал Жене, кому-то надо себя разозлить, да, кому-то, наоборот, себя надо успокоить, вот, но это тоже искусство, потому что вот этот спорт, он интересен не только вот разнообразием каких-то технических действий, но еще и тем, что тут сталкиваются в клетке не просто два спортсмена, а два характера, и тот человек, который сможет преодолеть прежде всего себя, да, и использовать потом все свои сильные стороны, все то, к чему он готовился в долгие годы, сжать этот кулак и выплеснуть все это в клетке, он, как правило, и выходит победителем, и за этим наблюдать, поэтому еще более интересно, чем просто запятим этот поединок. Женя, во время боя ты слышишь то, что кричат болельщики? Нет, я слышу только именно секунданта, именно тренера. То есть, вот этот весь гул, рев? Да, это мне, я абсолютно никого не слышу, это вы представьте, просто 7 тысяч кричат, и кого вы услышите? Если бы ты слышал, там столько советов с трибун. Столько бреда, слышишь только именно настраиваешься, слушай секунданта, вот он, потому что я сам, как тренер тоже, как секундант, именно в другое время, да, я понимаю, со стороны виднее, что делать. Когда ты, когда ты именно сам дерешься, это тебе кажется одно, а когда ты приходишь домой, пересматриваешь, как бой, там совершенно другое. Я бы в этом моменте сделал бы лучше так, я бы в этом моменте сделал бы лучше так. То есть, анализируешь, и буквально, кажется, что это два разных боя. Когда ты чувствуешься именно в своем самом поединке, когда ты просматриваешь, уже, грубо говоря, дома перед телевизором. Очень важный, кстати, момент, сейчас вы упомянули, что очень важна команда, то есть, тренер секундант, который находится в углу, да, потому что, действительно, не всегда боят сам видит, что сейчас происходит в ринге, со стороны это виднее, он не знает, сколько времени бывает осталось, то есть, это тоже важно, как распределить силы, что делать и так далее. Вот, поэтому хороший угол, которому можно доверять, это крайне важно. Все ли профессиональные бойцы стремятся попасть, ну, допустим, заключить контракт с UFC или с Беллатором, или, может быть, у кого-то иные есть? Ну да, то есть, например, если брать хоккеиста, да, вот он поступил, там, не знаю, выступает в молодежной лиге, или там, высшей хоккейной лиге, а у каждого хоккеиста цель это НХЛ. Chicago Blackhooks, да, НХЛ. Вот, в ММА, какая цель вот у каждого спортсмена финальная? Ну, финальная цель заключить, скажем так, выгодный контракт на выгодных условиях с крупным американским промоушеном, будь то UFC или Беллатор, вот, ну и к этой цели он как бы двигается, но тут тоже надо понимать, да, что есть определенная, допустим, маркетинговая политика того же UFC, да, когда они везде, не без оснований, конечно, заявляют, что они крупнейшие, что они сильнейшие, это так и есть, но в то же время надо понимать, что это, в общем-то, не Олимпиада, это очень крупный коммерческий проект, да, им интересны, спортсмены, конечно, хорошие, но в то же время те ребята, которых они могут, ну, называя таким упрощенным языком, продавать, да, то есть, например, если они знают, что они планируют приведение турнира или ряда турниров в какой-то стране, им интересно подписание бойцов из этой страны, может быть, не всегда бойцы из этой страны по уровню там лучше, чем бойцы из другой какой-то страны, да, но для них вот важный этот момент, в том числе. Ну, то есть, несмотря на то, что у UFC в мире сейчас, ну, превалирующий, как бы, такое положение, явно, да, но это далеко не единственная, грубо говоря, организация, даже и не только вместе с Билетером и с М1, например, существует, может быть, менее раскрученные, но достаточно серьезные профессиональные организации. скажем так, UFC — это однозначно номер один, Билатер — это с таким составанием номер два, и остальные организации, они колоссальным отставанием идут, поэтому там уже номер три, четыре, пять, они, скажем так, от того же Билатера отстают очень значительно. Да, я просто был, ну, живу неоднократно на всех турнирах, на этих, поэтому там, ну, есть чем сравнивать. Ну, вот, поэтому, конечно, цель номер один — это попасть в организацию номер один, потому что, если там долго и успешно выступать, есть возможность начать хорошо зарабатывать. Не сразу, но в итоге. Алексей, спасибо, спасибо, Евгений, все подходит к концу наш разговор, вне игры, к сожалению, вот так моментально он всегда пролетает. Алексей, знаете, что я хочу сказать? Мне вот сложилось впечатление такое четкое, стопроцентное, что вы просто счастливый человек в том плане, что вы совместили хобби и работу, это так? Совершенно верно. Пожелайте, не знаю, посоветуйте что-то нашим болельщикам, на что им завтра обращать. Буквально 10 секунд. Внимание. Все, дорогие радиослушатели, приглашаем вас завтра на Кубок Мэра по современному панкратиону. Вы увидите очень зрелищные, даже кровавые поединки, получите очень много позитивной энергии, позитивной эмоции, а мы, как я, как со стороны бойцов, отдадим все силы, чтобы вас не подвести. Дорогие друзья, приходите завтра обязательно в 7 часов в Платинную арену. Не пожалейте, бойцам нужна ваша поддержка. Спасибо, что пришли к нам в студию. Это был разговор вне игры. До новых встреч на Спорт.ФМ Хабаровск. Всего доброго.